Документы, живо! Интересно, кто так раскомандовался, как будто вы на совещании по багету? Значит, это всё-таки вы, Лепа Карлович. Сударь, пооскорбляйте его как следует, а? Ах, как вы прекрасно назвали его в 13 веке, старый гнусный змей. Вот в 16 веке протыкаешь шпагой, вы так остроумненько заметили. Старого учить, всё равно, что мёртвого лечить. Да я уничтожу тебя. Да я тебя вышлю на сотый километр, немедленно сообщи мне фамилию этого! Супер, просто не знаю, как вас ему представить? В Дон Жуана он не верит, за розы не платит, к прохожим на улице пристаёт, да ещё ты! Оставь его! Я не хочу убивать, слышишь? Если у вас есть ко мне какие-то претензии, сообщите! Может, мы всё мирно уладим и разойдёмся мирно в этой вещи? Претензии вы преследуете мою жену! Как же, когда вышло? Шумками на улице словом преследовать, это называется любить. Это большая радость и печаль одновременно! Или вы идиот, или негодяй! Короче, я запрещаю вам даже торчать у моего доню! К сожалению, это не в вашей власти. Вот это была ошибка во всей нашей предыдущей встрече. Я вижу вас в первый раз. Послушайте, вам надо понять главное. Ну, можно запретить, можно запретить, многое можно запретить. Можно запретить переходить улицу в прекрасном свете. Ну, что ещё можно запретить? Ну, три вещи! Дышать! Думать, любить! Запретить нельзя! Если вы это поймёте, может, всё будет спокойно! Точно, Дюх! Ну, на это трудно отвечать! Новый год я размышляю на тем, что такое нормальничек. Вот, что пора, вот, нормальник всегда интересовался нужными вещами. Где лучше по шутоку, квартира, зарплата, знакомый центурион, а вот вещи ненужные, река, облака... Послушайте, от того, что вы псих, мне не лечит. Короче, я не уйду отсюда, пока вы не поклянетесь не преследовать мою жену. Я имею на это право, потому что я муж, хоть вы идиот, но это вы можете понять? Я муж, я не уйду отсюда, пока вы не поклянетесь не преследовать мою жену. Я имею на это право, потому что я муж, я муж, хоть вы идиот, но это вы можете понять? Я муж, хоть вы идиот, но можете вы это понять? Да, вы можете разговаривать с вами? Мой муж. Муж, вы замечательные. Я с удовольствием буду вас уважать. За три тысячи лет назад я очень удачно написал о мужьях. Главное, это не забудь понравиться мужу подруге, станет полезнее он, сделавшись другом твоим. Все! Надоело! Сейчас я дам тебе порожек! Не могу. Не могу позволить. Я сделал все, чтобы избежать. Даже слушать было противно. Чем же? Чем же? Чем же? Не задумайте хозяину! Я! Вы! Я! Вас! Вы! Вы! Полетал!